Поднял как-то осенью ежик глаза к небу. И видит, плетнеть оно начало, и тучи уже собираются. Скоро зима, а у него еще избенка не готова. «Сказки с берегов Средней Волги» – это сложно сочиненный проект на стыке книги, театра и современной видеографики. Ноу-хау театра «Самарт», областной научной библиотеки и интернет-платформы «Время звучать» в условиях режима самоизоляции. Подобный формат карманного видео используют впервые. Этот жанр – авторское изобретение театра «Самарт» и Самарской областной универсальной научной библиотеки. Я бы обозначил этот жанр как моноспектакли в карманном видеоформате. Мудрые, ироничные, добрые истории, написанные куйбышевскими сказочниками Владимиром и Вениамином Бондаренко, оживают благодаря игре актеров и современным возможностям видеографики. Очень важно, что проект аутентичный, связанный с культурой нашего региона. Каждый вторник и пятницу актеры театра читают для маленьких и взрослых зрителей книги из фондов библиотеки и рассказывают о творчестве самарцев Вениамина и Владимира Бондаренко. В советские годы братья совместно написали сказки, которые вошли в 16 сборников. Издавались в Москве, Ульяновске, Куйбышеве. Их произведения печатались на страницах детских журналов «Мурзилка», «Веселые картинки», «Пионер», а также в журналах для взрослых «Нева», «Огонек», «Волга». Авторы были широко известны не только в Самаре, но и по всей стране. Произведения писателей переводились на украинский, болгарский, немецкий, узбекский языки. По сказкам братьев Бондаренко были сняты 15 мультфильмов. В проекте «Сказки с берегов Средней Волги» примут участие актеры театра «Самарт» Алексей Елхимов, Вероника Львова, Марина Бородина, Людмила Гаврилова, Дмитрий Добряков, Игорь Рудаков. Они работают над проектом совместно с видеографом Дмитрием Громовым, а за музыкальное оформление отвечают самарские музыкальные группы. И потянулись к нему зайцы со всех концов леса. Новые моноспектакли проекта «Сказки с берегов Средней Волги» можно увидеть на сайте областной научной библиотеки или в группах в соцсетях. Елена Малютина, События.